Всем привет! С вами опять Игорь. И сегодня я хочу, попробуем мы сегодня разобраться, чем отличается кондиционер от воздушного теплового насоса в работе именно на обогрев для отопления. Сейчас вижу этот вопрос стал актуальный. Ими обогреваться даже кондиционерами оказывается дешевле, чем газом и проще, чем дровами. Ну при плюсовых температурах. Ну постараемся разобраться, как оно там происходит сегодня. Так вот, ну я что захотел это видео сделать. Там я видел много видеороликов. В ютубе люди ставят кондиционер там. Два там поставил. Рассказывает, как это эффективно. И типа, зачем покупать тепловой насос, если он так же само работает кондиционер. Только зря переплаченные деньги. Но на самом деле это не так. Тепловой насос вообще не так работает. Ну как вообще. В принципе действие тот же, но эффективность его в разы отличается в работе при отрицательных температурах от кондиционера. Намного отличается. И по каким причинам? Вроде бы в принципе то один и тот же, да, но такое сильное отличие. Ну сначала в теории. Когда проектируют кондиционер, там инженеры или кто их там проектирует, они в первую очередь обращают внимание сделать хороший кондиционер. Не тепловой насос. То есть их функция вот этого теплового насоса, которая там добавляется потом, да, до основной кондиционирования, то есть охлаждения. Она там, ну надо всего добавить одну деталь. Одну деталь в кондиционер и он превращается в тепловой насос. Какой тепловой насос? Это уже другой вопрос. Хороший или не очень. Но кондиционер, он выполняет свою роль. Если вот, например, у проектировщиков эти понятия конфликтуют, стыкуются, да, вот, например, что лучше сделать, лучше для обогрева, вот, именно этот узел какой-то там в кондиционере или эту деталь, как ее поставить, как улучшить, или для охлаждения. То, как вы думаете, в какую, в пользу чего они выберут свое решение примут? В пользу нагрева зимой или в пользу охлаждения? Конечно, в пользу охлаждения. Потому что они делают, в первую очередь, кондиционер, не тепловой насос. Они делают кондиционер. А это просто тепловой насос, добавочная функция. Так вот, вот есть такие, ну, я выделил три причины основных, чем отличается в работе на нагрев тепловой насос от кондиционера воздушный. Первая причина, вот, если вы даже, ну, блоки наружных кондиционеров, их все видели, они везде есть, это, ничего тут такого нет. Все представляют, какие они размерами, да? Вот. А блок теплового насоса, ну, может, никто, ну, мало кто видел, ну, в интернете можно погуглить, там, посмотреть, особенно, когда человек рядом стоит, ну, для более, так сказать, правильного понимания его размеров. То есть он, ну, намного больше. То есть на ту самую мощность, если взять кондиционер, там компрессор будет, например, стоять на 2 киловатта, да? И тепловой насос, наружный блок, там тоже будет стоять компрессор на 2 киловатта, то наружный блок теплового насоса будет намного-намного больше. Почему? Во-первых, потому что, ну, если так заглянуть за заднюю стенку, там будет у нас решетка и радиатор. Так вот, этот радиатор, там, ну, понятно, медная труба, на нее насаджены вот эти вот ламели, радиаторы, ребра охлаждения или нагрева. Вот, и промежутки между этими ребрами у теплового насоса воздушного будут намного больше. Намного больше, там, ну, реально через них, там, видно все. То есть расширили они этот, для чего? У кондиционера они очень близко один к одному, очень близко. Вот принцип конденсата, да, когда он работает, кондиционер или тепловой насос, холод, у него вот этот наружный блок еще холоднее, за наружный воздух. И получается то же самое, когда вы вытаскиваете бутылку пива, например, с холодильника, холодную, и на нем сразу же при комнатной температуре образуется конденсат, да, такая испарина. То же самое происходит и там, так как у нас испаритель намного холоднее за окружающий воздух, то и на нем тоже возникает конденсат, и этот конденсат, он сразу превращается в иний, такой снежок как бы, налет такой. И этот иний нарастает, чем дальше он продувает через себя воздух, вот, он собирает этот, с воздуха влагу на себя, из-за того, что он холоднее, этот иний нарастает, нарастает, вот, ну, и, соответственно, у кого быстрее, вот этот вот промежуток, просвет между ламелями, между ребрами, зарастет этим инием. Конечно, у кондиционера, потому что у него очень близко, и, соответственно, автоматика увидит это, нет нормального теплообмена и включит на оттайку нашу установку. Но, у теплового насоса, за счет вот этих, он тоже зарастет, он тоже со временем, там, через какой-то, но этот период времени между оттайками у тепловых насосов воздушных намного шире, намного шире. То есть, они включаться будут на оттайку, намного меньше. О, а это влияет на потребление электроэнергии, соответственно, коэффициент эффективности, вот, на, куда идет наша электроэнергия, или тупо на нагрев, оттайку постоянную, или вот сюда, вот. Ну, соответственно, и такая вот эффективность работы будет зимой. Ну, до 10 градусов, плюс 10 на улице, в принципе, разницы никакой нет, между тепловыми насосами воздушными и кондиционерами. Поэтому можно брать спокойно кондиционер, и до плюс 10, даже плюс 8, спокойненько отапливаться кондиционерами, и это будет выгодно, потому что он намного дешевле. Но ниже, и чем больше вот это вот ниже, чем ниже температура, тем больше разница в работе теплового насоса и кондиционера. То есть, ниже нуля кондиционер вообще будет через каждые 15-20 минут включаться на оттайку, а может быть, даже и чаще. Тепловой насос реже будет включаться. Вот это первая причина. Дальше. На всех тепловых насосах воздушных ставят спиральные компрессоры. Я еще не видел ни разу воздушного теплового насоса с обычным ротационным или поршневым компрессором. Там все ставятся вот эти вот высокотехнологичные. У спирального компрессора намного больше коэффициент эффективности. Ну, намного это примерно 20-25%. Я считаю, что это достаточно много. Получить, например, при затраченном одном киловатте 4 киловатта тепла или 5. Есть же разница. Хоть и вроде бы... Ну, вот это вот примерно 20% будет. Я считаю, что это довольно большая прибавка эффективности. Это тоже влияет на цену теплового насоса, потому что спиральные компрессоры довольно дорогие. Хотя они дешевеют, и я думаю, они технологию эту освоят, отработают, и она будет недорого. И они заменят везде вот эти обычные компрессоры. В кондиционерах и везде. Ну, и, соответственно, первая причина тоже из-за того, что больше этот радиатор, теплообменник, идет больше меди, больше всего железа, металла, и там еще много чего. Цена растет. Третья причина. Почему не так он работает? Может, вы замечали, на некоторых дешевых кондиционерах, там вообще нет подогрева дна. Ящик сам, да, наружный блок, и вот там должен быть подогрев дна при работе зимой. В некоторых кондиционерах дешевых и вообще нет. И есть такие фотографии интересные в интернете. Там висит от кондиционера аж до отмостки дома, или где он там стоит, такой сталактит ледяной, нарос там. Понятно, что не за день он там нарос, но за неделю, может, две, может, месяц, но он нарос, тем не менее. Это из-за того, что нет вот этого вот подогрева дна. То есть получается, что и тепловой насос, и кондиционер включаются периодически на оттайку. С радиатора этот снег весь стекает в дно, и если на дне нет тоже вот этого вот подогрева, то оно там и замерзнет. Вот эта вся влага, она замерзнет на дне внутри ящика, наружного блока. Поэтому там обязательно, вот если вы хотите покупать кондиционер на обогрев, обратите на это внимание, чтобы там был подогрев дна и подогрев компрессора. Ну, про подогрев компрессора немного позже. Вот, у тепловых насосов он в обязательном порядке есть, обязательно. То есть оно стекло туда растаяло и стекло вниз. Вот, ну, чем это еще может быть чревато и опасно, что кроме вот этого вот сталактита висящего, вашего сосульки вот этой огромной, аж до земли, еще может даже заклинить вентилятор. Да, там нарастет лед вверх достаточный, чтобы достать до лопасти, и лопасть застрянет, и все. Если есть автоматика, оно, конечно, выключит, там ошибка будет, система работать не будет, будете искать, в чем причина. А если нет, то может и вентилятор. Бывалые такие случаи, что вентилятор просто заклинивал об этот кусок льда на дне, или примерзал даже к нему. Да, про подогрев компрессора. Да, компрессор тоже обязательно должен подогреваться для зимней работы, даже в кондиционерах. Вот, даже в кондиционерах. Почему вообще для компрессора, любого компрессора, холодильного, там, кондиционерных, особенно для кондиционерных и тепловых насосов, самый неприятный момент в жизни компрессора, это именно старт его, запуск. Это самый такой болючий, вредный и укорачивающий жизнь момент. Вот, даже некоторые производители компрессоров, особенно высокотемпературных, пишут не количество моточасов, сколько этот компрессор проработает, в среднем, там, наработает, а именно количество пусков. Именно количество пусков. Настолько этот момент пуска вредный. И, чтобы облегчить жизнь нашему компрессору, бедному, ставят подогрев. Особенно это актуально в зимний период. Ну, масло там разогрелось, понятно, что он горячий. И вообще, температура нормальная, режим работы теплового насоса, компрессора или кондиционера, это 80 и даже больше градусов. Вот, это для него нормально, это не зашкаливает. Ну, у меня, например, 70-85, вот в таком диапазоне работает компрессор температурный. Поэтому, если компрессор остыл до нуля, или там, даже минусовой, то представите, можете себе представить, как ему там стартануть. И вот. И на сколько ее хватит, вот при таком режиме стартовать. Поэтому на это тоже обратите внимание, если думаете взять именно кондиционер, а не воздушный тепловой насос, чтобы там был подогрев поддона и подогрев самого картера теплового насоса. Вот, ну вот такие, хотя, различия я рассмотрел. Там еще есть мелкие такие отличия, ну, я в основном, вот такие вот три основных. Вообще, я рекомендую не воздушный тип тепловых насосов, а именно скважин. Они проще, чем закопать полкилометра полиэтиленовой трубы, но, конечно, сложнее, чем воздушный. Но, вот люди вот часто при оценке вот этой вот стоимости, они почему-то оценивают только первоначальные затраты. Первоначальные затраты. И не оценивают, не обращают внимания именно на эксплуатационные расходы. А тут у нас получается, что, конечно, такой грунтовый или скважинный, как у меня, тепловой насос. Вот, у меня там, кстати, есть серия видео еще, как ее сделать. Там много видео по тепловому насосу самодельному. Кто первый раз только смотрит видео, смотрите там на канале. Оценивают именно вот эти первоначальные вложения и не почему-то на вот эти эксплуатационные. Да, чтобы сделать грунтовый или водяной, там надо больше вложений, но потом вы постоянно всю жизнь будете экономить на электроэнергии. То есть ваш тепловой насос, берущий тепло из земли или воды скважины, он будет вам постоянно экономить, он будет работать с максимальной эффективностью. Максимальной. Вот у меня, например, плюс 11 всегда. Там на улице сколько бы не было, холод, но температура воды скважины, она постоянно, она не падает. Вот, поэтому эффективность у моего теплового насоса самодельного максимальная всегда. Вот. А вот этот вот расход именно на... То есть получается так, да, что вы экономите первый раз на установке, монтаже, на всем этом экономите, но потом вы будете платить всю жизнь, всю эксплуатацию теплового насоса, больше денег тратить на электроэнергию. Вот. Я считаю эти затраты именно самые такие болезненные, вот эти эксплуатационные, регулярные, вот эти вот платежи, вот их надо уменьшать. Лучше, я считаю, это мое мнение, лучше поднапрячься, сделать этот грунтовый или водяной, но потом всю эксплуатацию экономить денежки. Ну вот, это мое мнение личное, может кто-то так не думает, ну, я его выскажу. Вот как-то так. Ну, то, что хотел, рассказал. Все, тогда всем пока. Пока.